здравствуйте дорогие друзья вы на канале светлана лоди сад вести зимние теплицы светелки и сегодня поговорю с вами о том чем я подкармливаю свою рассаду вот в такой зимний период в принципе еще небольшую рассаду очень много вопросов я вроде всегда говорю о своих подкормках но уже это происходит летом когда растения большие и рассказываю о том как выбрать тот или иной способ подкормки ну а сегодня именно о маленьких растениях когда я начинаю кормить и чем хочу сразу сказать арсенал подкормок у меня ну достаточно обширный потому что я что-то экспериментирую проверяю что-то новенькое появляется на рынке покупаю и пользуюсь и листовыми и корневыми подкормками считаю что на ранней стадии развития растения когда еще корневая система не совсем сформировалась то лучше действуют листовые подкормки но уже когда растения побольше уже происходит перевалка корневая система разрослась мощная активная может хорошо работать как насос качать из почвы все хорошенько то уже применяю и корневые подкормки хочу сразу сказать чтобы ну как бы все огородники садоводы там знали что мы подкармливаем не растения а мы подкармливаем почву или грунт мы кормим почву из которой растения берут все самое вкусное и полезное для своего развития это очень важно вообще-то понимать во первых у меня достаточно хороший грунт потому что я делаю его сама и в моем грунте уже есть питание которого в принципе ну во всяком случае азотного питания хватит на первый момент жизни очень многие садоводы огородники цветоводы блогеры говорят о том что ни в коем случае нельзя пользоваться своим грунтом только магазинный у меня мнение другое я пользуюсь и магазинными грунтами и делаю свои грунт свой грунт основа все таки у меня свой грунт это сто процентов а уже всякие добавочки нему добавляют для того чтобы разрыхлить и снять немножечко кислотность но об этом обо всем тоже есть все ролики все осень показывала как я готовлю грунт для чего я готовлю как я его сеешь как смешиваю и наполняю кашпо все все это есть так что когда у вас хороший грунт уже такой заправленный органикой достаточно хороший то ну растение никогда у вас не будут хилыми и никогда вы не увидите что это растению мало азота я не буду сейчас рассказывать как по листьям можно даже определить наличие или неналичие того тех компонентов которые нужны для питания я только что делала видео обзор всей моей рассады по состоянию на 15 января показала вам все 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 что у меня растет принципе каждый ящик ну и можно видеть что действительно у меня достаточно крепкая хорошая рассада сейчас уж не буду и покну доставать тут что кому интересно посмотрите вот здесь по ссылке можно посмотреть этот ролик почему видно ну во первых хороший здоровый лист темно зеленый или сочно зеленый жирный яркий это все говорит о том что растению достаточно питания то есть раз хороший лист значит хорошие корни потому что если не будет хороший корневой то у вас никогда не нарастет вегетативная масса кормить растения начинаю на каких стадиях пока не будет ну 45 настоящих листочков если вы посадили семечко да или если вы посадили череночек на первых порах растению необходимо нарастить корни но не вверх потому что многие гонятся все-таки за большой пышной массой сначала нужно нарастить хорошую корневую систему это этому даже способствует вот правильно составленный грунт без подкорма правильно составленный грунт если он легкий пушистый и в принципе кто-то говорит о том что он должен вообще быть без питания ну вот совершенно без питания чистый голимый торф я не знаю мне так не получается все таки пусть он будет легкий пушистый но доля каких-то элементов питания в нем должна быть пусть это будет покупной грунт ну тогда с минеральными удобрениями да ну или составленный вами грунт из земли торфа перегноя но чуть-чуть там будет что-то вкусненько вот в простом торфе ну например там совершенно в котором нет никаких элементов до минеральных удобрениях у меня не растет поэтому я вам не могу сказать об этих подкормках и так если я посеяла и будет там 45 настоящих листиков можно уже и я вижу что идет корневая можно уже приступать к обработкам ну во первых чтобы растение хорошо развивалась ему необходимо вот я говорю на первых стадиях листовые подкормки по листу растения по листочкам своим уже когда пять-шесть маленьких ну таких настоящих листиков будь то помидоры будь то цветы она очень хорошо через лист намного быстрее через корни берет в себя все удобрения мне всегда говорят как вы видите что удобрение действует да очень просто вот после подкормок засеките день запишите через пять-шесть дней ну максимум через неделю вы увидите что растение у вас очень веселый но я думаю все понимают о чем я говорю очень веселая активная зеленая ну видно по нему что она растет и радуется вот и вы сразу уже увидите что если она была немножко хилы она приободрилась то есть питание что даю по листу по листу всегда даю мои любимые удобрения уже пользуюсь ими не знаю сколько лет вот как только она появилась унифлор микро и унифлор бутон и есть еще унифлор рост вот у меня рост закончился сейчас покажу вам как они вот бутылочки все примерно одинаковы вот микро вот бутон ну рост чуть-чуть другого там оттенка унифлор микро это состав микроэлементов если ваши растения немножко подхлораживают может быть это железистый хлороз может быть магниевый может быть все вместе такое тоже бывает унифлор микро способствует вот нормализации обменных процессов именно микроэлементами унифлор рост там с азотной составляющей которая будет давать вот рост вегетативной массы когда нарастут корешки но бутон те растения которые уже у вас зацветают ну потому что кроме рассада у нас еще маточники может быть вы хотите простимулировать то унифлор бутон все это очень быстро впитывается через поры точно такое же великолепное удобрением пользуюсь это башенком органическое живое земледелие 9 микроэлементов тоже вам уже показываю не один год здесь полный набор микроэлементов полнейший отлично усваивается растениями проверены не один год вот так и называется 9 микроэлементов и так далее кто-то еще пишет и говорит о том что чтобы у растения хорошая сформировалась корневая система подкормка идет кальциевый селитр я вам честно скажу два года наверное пыталась сделал это кальциевое молочко но ничего у меня никакой там скелет таких корней ну в общем я не заметила реакции и перестала это делать на первых порах вот сейчас пропиту не очень много разговоров и показов что необходимо дать удобрение фосфорно-калинина ну например монофосфат калия просто сейчас вот его не нашла где-то прибрана что значит до весны монофосфат калия или калий монофосфат по-разному называется одно и то же можно дать ну только очень маленькую норму для того чтобы сформировать корневую систему усилить корневую систему на первых там этапах роста ну тоже когда появится несколько настоящих листочков и норму необходимо сделать очень маленькую ну например даже если взять один грамм на литр можно даже чуть чуть меньше то есть совсем совсем капелюшечную норму вот я иногда даю такую подкормку да для развития корневой системы иногда даже забываю вам честно скажу что еще в общем корневую дали происходит рост корней вегетативной массы растения растет это все происходит достаточно быстро то есть я для себя вывела формулу что раз в 10 дней я даю корневую подкормку а раз в неделю листовую подкормку кроме того есть специализированные удобрения у меня теми которые кормлю крупнолистные гортензии это вот такую кристаллон фертика кстати говоря есть вот у меня здесь для гортензии азалий есть любители кто подкармливает и другие цветочные культуры таким же удобрением великолепно говорят действует я не знаю но вот это у меня для подкормки моей гортензии и не хлорозит я только что вам показывала огурчики у меня растут поэтому в этом году выращу вот таким препаратом ну пока не могу сказать знаете что как-то увидела буйный там рост или что но наблюдаю сейчас сделала при посадке заложила и сделала жидкое удобрение полила уже здесь все на написано когда ну в общем вы видели как растут огурцы для томатов моих вот такой органоминеральный на основе янтарки очень его люблю для это осталось еще с прошлого сезона да здесь органоминеральное удобрение но все это в хорошей усваиваемой форме вот такое добрая сила очень хорошего удобрения замечательно это вот что касается определенных культур еще по листу даю подкормку уже азотным удобрением тогда когда уже у меня растение подросло чуть-чуть да я вижу что корневая сформировалась я даю азотное удобрение но по листу чаще это плантофилд и плантофол вот плантофол у меня в таком пакетике а плантофит вот в таком формула 30 10 10 это для то для именно наращивание вегетативной массы 30 это азот то есть видите азотное содержание сейчас здесь намного больше ну даю наверное раз 20 дней не чаще ну потому что зачем мне гнать сейчас большую вегетативную массу до совершенно не нужно но все-таки хочется чтобы растение было здоровым поэтому даю кроме того еще вот в этом году первый раз буду пользоваться ну новым для меня удобрением нутривант плюс вот у меня универсальное но кстати говоря иностранное это удобрение вот производится она в израиле это израильское удобрение даю его по листу вот здесь формула 19 19 19 универсальным вообще нутривант есть и для огурцов и для помидоров для ягодных кустарников и ну в общем что там еще в общем для овощей для всего говорят что очень классное удобрение вот только первый раз делала сейчас обработку по листу 19 19 19 и по листу усваивается намного быстрее обратите внимание ну не везде продается но вот уже есть я по моему не помню в каком магазине покупала вот такое удобрение ведь у меня очень большая палитра кроме того два моих любимых удобрения мастера одно с формула 13 40 13 то есть я даю на ранних стадиях тоже для корневой а другого удобрения 18 18 18 для вообще универсальное удобрение для равномерного развития и корневой и листовой пластины да вот одно такого цвета другого такого это фирма valagra итальянского удобрения она в магазинах только если кто-то фасует да продается ну кроме того есть еще вот такого удобрения гуми оми ой нет это гуми кузнецова я все путаю гуми оми тоже в саду гуми кузнецова недавно вам показывала это удобрение органического живого земледения от башенком нужно всего две капельки на литр супер удобрение ну прочитайте в общем это эликсир здоровье это тоже удобрение есть еще стимуляторы разного рода которые некоторые сдерживают рост листовой пластины но хорошо сдерживают рост ингибиторы да есть те которые помогают растению справиться со стрессами различного рода вот у меня тут не очень высокая температура или например может быть освещенность маленькая это все стресс для растений и может быть наоборот жара сухой воздух у вас квартирах то есть эти стимуляторы но они как удобрение потому что там аминокислоты замечательные препараты я пользуюсь неоднократно вот такой еще препарат тренер по листовой пластине обработка это эликсир силы и здоровье растений есть любимейший мой препарат изобион ну бутылочка тут старенькая просто его туда переливаю изобион я вам тоже не крат неоднократно говорю мало ли у вас растения болеют или есть вредители и вы проводите сейчас и от клеща обработки кто-то от мучнистой расы сейчас очень многие пишут мучнистая роса на колеусы да то есть вы какими-то химическими элементами обрабатывать изобион в эту же смесь добавляем и он снижает вот эти стрессовые уже у растений ситуации от того чем мы их травим вот такая классная штука кроме того флором который я в этом году первый раз использую это никакая не химия это именно как удобрение ради фарм для наращивания корневой системы quick link для наращивания корневой системы и вот эти все супер новинки это еще такое такие препараты которые и как удобрение действует и каждый на своем этапе что-то еще дополнительное вносит растениям сейчас вышел ролик у ирина кормили цены на youtube канал называется ирина кормили цена и еще у нее есть сайт цветочной мечты вот только вчера посмотрела ролик где у ирина называется что-то такое аминокислоты как действует на растение так вот препараты флорон изобион мегафол вот эти все препараты они как удобрение с аминокислотами аминокислоты это строительство клетки растения они очень нужны легко усваиваться растению поэтому вот посмотрите какой у меня ящик препаратов да сейчас камеру опущу чтобы вам видно было вот это только как бы ну небольшая доля того что я использую вот ну не то что небольшая это основные такие препараты которые я использую еще раз говорю что у меня есть вот доска куда я клею такие бумажки и пишу дата число как чем я обработала ну или садовый дневник без этого нельзя перепутаете запутаетесь сами раз в неделю сделали обработку по листу через два дня полили там под корень ну или наоборот до 10 дней проходит или неделя можете по листу дать какой-нибудь стимулятор и там через несколько там через недельку подкормить подкормочку под корень ну естественно на разных фазах роста вы выбираете вот как я сказала разные удобрения и еще всех малышей подкармливаем с дозой ровно пополам того что написано написано 10 грамм там на 10 литров то есть один грамм на литр сделайте чуть меньше потому что пока растение маленькое не надо не обжигать ему корни не надо его там любая подкормка вроде как хорошо но тоже немножечко стресс растению поэтому все чуть-чуть убавляем но когда уже растение мощное уже такое настоящее да настоящее то есть это не то что взошло из семян это какой-то маточник вот таким взрослым растением мы можем давать подкормку ну что называется в полной формуле или вот там бутон поддерживать его цветение или там с азотом наращивание массы для того чтобы было больше бутонов или если мы смотрим корневая не очень нравится то значит под корень говорят растение не растет вверх всегда всем говорю открываем горшок переворачиваем вынимаем смотрим как корни если растение не наращивает вегетативную массу мало листиков листики плохие плохой грунт или и значит что плоха корневая система проверяем сначала корни если будут хорошие корни то вверх всегда нарастет так что дорогие друзья вот казала вам полный спектр что я имею все это чередую ну и вроде как получается поэтому и вам сегодня снимаю и отвечаю на ваш вопрос что и как я подкармливаю ну конечно когда сейчас уже я посеяла там петунии уже какие-то цветочки я вам очень подробно буду рассказывать вот на этом этапе корни тем-то на этом тем-то и так далее вплоть до лет и летом вам рассказываю как и чем кормлю уже взрослые цветущие все цветы и вообще все что есть саду и в огороде тоже поэтому подписываемся на канал не пропускаем ролики если вы хотите смотреть где и что приобрести потому что как всегда вопрос вы все показываете а это все не продается очень даже продается всегда говорю где что я покупаю у кого смотрю важную для себя информацию запоминаю эту информацию когда-то записываю и вас с вами всегда делюсь поэтому чтобы все знать ну не пропустить какие-то важные элементы подписывайтесь нажимайте на колокольчик придет оповещение и будете уже вместе со мной сеять и вместе со мной кормить и выращивать дальше вам успехов всего хорошего спасибо за внимание желаю вам крепкого здоровья вы были на канале у свяплана лоди сад